Привет ребята, сегодня мы хотим проверить один миф на правдивость. Есть множество историй о том, что если собаку завести далеко от дома и оставить в одиночестве, то она сможет найти дорогу обратно. Итак, у нас есть 8-месячный щенок Алабая Миша, а также GPS-трекер. И сегодня мы проверим, как это будет работать, окажется ли это мифом или все-таки правдой. Поскольку Алабай у нас выполняет функцию охранника, освобождаем его от обязанностей и отправляемся к водоему, который находится на расстоянии всего 350 метров от исходной точки, если следовать карте по прямой. В данном случае эта цифра составляет 400 метров, ведь мы пойдем по тропинке, которая практически ровная. С Мишей до этого мы много раз ходили по этой дороге, но никогда не обращали внимания на то, сколько же всего песель обнюхивает на своем пути. Буквально каждый угол, каждую травинку, из всех чувств собаки больше всего полагаются на нюх, ведь он у этих животных в 48 раз лучше, чем у человека. А при подходящем направлении ветра, они и вовсе способны различать запах, источник которого может располагаться на расстоянии 1 километр. Кстати, между водоемом и нашим ангаром проходит железная дорога, поэтому мы специально выбрали место, где есть подземный переход. Не хочется, чтобы собака ходила по рельсам. И вот мы на месте, пора снимать Мишу с палатка. Освободившись, он тут же отправляется на то самое место, где мы уже были, причем совсем недавно, и принялся вынюхивать. Именно здесь несколько дней назад мы обнаружили ежика, который застрял в банке. Здесь, наверное, после тех событий осталось много наших запахов. И чем еще объяснить такой внезапный интерес Алабая? Совершенно непонятно. Миша в целом, как и любой пес, решил тщательно по второму разу изучить всю окружающую местность. Ходит и с большим интересом все вокруг вынюхивает. Но в этой ситуации есть один нюанс. Прямо сейчас скрыться от Миши точно не выйдет, потому что Алабай не так-то прост. На первый взгляд он к себе ходит и прогуливается, ничего такого. Но стоит лишь оказаться вне его поля зрения, как Мишаня тут же бежит к нам, чтобы поинтересоваться, куда это мы делись. Значит, тактика сбежать не работает, пойдем другим путем. Возвращаемся в ангар вместе с собачкой. После этого мы посадили Алабая в машину и снова отправились на то же самое место. Да-да, все буквально как в тех историях про то, как собаку вывезли в лес, а она спустя несколько дней сама вернулась. Вот мы и воссоздаем такой сюжет с Мишаней. Будем надеяться, что он после такой проверки мифов не затаит на нас обиду. Кстати, в объезд расстояние от ангара до все той же точки составило почти 2 километра. Выгрузили собакина из багажника, после чего сняли с него поводок и надели GPS-трекер. Так мы сможем отследить все его передвижения, что и было нашей изначальной целью. Во-вторых, GPS станет нашей страховкой на случай совсем уж непредвиденных обстоятельств. Для съемки и слежки за Мишей мы позвали операторов, которых он ни разу не видел, а значит не знает их запах. Они будут следить за нашим песиком и фиксировать все его передвижения из засады. Когда я сел в машину и уехал, песик даже не успел понять, что происходит. Но затем почуял неладное, развернулся и помчался за машиной. Витя сидя сзади снимал, как он бежит за машиной. Я же смотрел в зеркало заднего вида и мне было очень жалко песика. В такие моменты совершенно не понимаешь, как люди могут просто взять и хладнокровно вывезти питомца в лес, чтобы его там бросить. Особенно грустно стало в тот момент, когда Миша понял, что не угнаться за машиной и остановился. Но как бы то ни было, теперь эксперимент официально начался. Он тут же приступил к обходу территории, уделяя особое внимание запахам. Сегодня мы конечно не гуляли в том месте, где он сейчас ходит, но вообще он здесь проводит время уже далеко не первый раз. Эта местность должна быть ему знакома. Хотя он даже не особенно и расстраивается, что его оставили. Вон немного умаялся и решил прилечь передохнуть. Затем что-то нашел на земле и принялся это грызть. Еще бы ведь догадывается, что сейчас его никто не будет ругать и забирать вкусняшку. Но все-таки довольно быстро ему надоело. Где-то через 7-8 минут Собакин вышел на грунтовую дорогу, по которой мы уехали и принялся ходить по ней взад-вперед. То он идет по направлению уехавшей машины, а после этого возвращается обратно на место, где его оставили. И так несколько раз. Наверное он размышляет, что ему делать. Бежать за машиной, ориентируясь только на ее запах? Или же искать более короткий путь домой? Серьезная задача, ничего не скажешь. Интересно, куда же он пойдет в итоге? А пока ребята фиксировали происходящее онлайн, мы отслеживали перемещение Михаила через GPS-трекер. Надо сказать, он работает немного криво, показывает передвижение с опозданием. Не все так, как хотелось бы, но все же работает. Тем временем Алабачик добрался до места, где мы обнаружили ежика и принялся тщательно его изучать и обнюхивать. Здесь он сегодня уже был, значит в пространстве будет ориентироваться именно по этой точке. И действительно, уже оттуда он направился к тропинке, ведущей к тоннелю под железной дорогой. Следовательно, направление взял правильное. Пройдя тоннель, Собакин вышел, неспешно поднялся по лестнице, а там уже и до ангара было рукой подать, точнее лапой. Мы принципиально не стали его встречать, но камеру установили. И вот Миша наконец вернулся к своему дому и на все про все у него ушло 23 минуты. Что характерно, вернулся он ровно тем же путем, которым и ходил ранее. И вот когда мы вышли, Алабай принялся ластиться. Он совсем не держит на нас обиду и рад, что не потерялся. А еще беднягу конкретно засушило от такой прогулки и он принялся жадно пить воду. После этого, уставший от такого путешествия или стресса, Миша прилег и его глазки начали закрываться. Хотя на самом деле, пока что рано расслабляться. Алабайчику, конечно же, дали немного отдохнуть, но пора отправляться в путь повторно. Снова садим собачку в машину и снова поехали завозить. Эксперимент происходит не спонтанно и подготовка к нему на самом деле началась еще месяц назад. Тогда мы гуляли с ним пешком и зашли на километр дальше от того места, где Алабай был высажен сегодня. Итак, если смотреть по карте, то здесь находимся мы. Здесь высадили Мишу в первый раз. А теперь везем Алабая вот в эту точку. Кроме того, мы приехали на нужное место по другой дороге. Уже по стандарту Миша принялся бегать и обнюхивать каждую деталь обстановки. Интересно, могут ли здесь остаться запахи, которые его нюх фиксировал еще месяц назад? Да и в целом, может ли щенок Алабая запомнить запахи, которые ощущал настолько давно? Посмотрим, как наш песик будет находить дорогу уже из этого места. Кстати, на этот раз нам повезло больше. Когда мы уехали, он даже не стал догонять авто. Точнее, он так далеко забрел, что в итоге момент нашего отъезда просто проспал. Это даже хорошо, ведь еще раз смотреть, как он бежит за машиной, определенно не хочется. На этот раз, чтобы вернуться домой, Собакину предстоит пройти целых полтора километра. Если он, конечно, помнит дорогу, по которой ходил настолько давно. В своих исследованиях территорий Миша забрел в еще один подземный переход под железной дорогой. Мы здесь ранее с ним не ходили, так что это место он не знает. А между тем, проход по нему сократил бы путь до ангара в разы. Мы все гадали, рискнет ли он пойти таким путем или нет. Но в итоге Миша рассудил, что лучше вернуться обратно и идти вдоль водоема. В какой-то момент точка GPS трекера на карте перестала двигаться. Мы уже начали бояться, что спал ошейник с датчиком. И теперь Алабачика придется здесь разыскивать по всей местности. На деле все оказалось куда проще. Когда наши операторы отыскали собачку, оказалось, что Миша просто устал и прилег отдохнуть, чтобы восстановить силы. В итоге он на одном месте провел 37 минут. А когда Песель все же решил встать и продолжить свой путь, первым делом утолил жажду из первой же попавшейся лужи. Теперь можно и дальше искать путь. Давайте же взглянем, как по карте двигалась точка GPS трекера. Сразу после высадки Миша двинулся в ту сторону, откуда мы приехали. И в этом направлении прошел около 500 метров. А уже после развернулся и отправился в сторону ангара. Видимо понял, что знакомые запахи становятся все менее различимыми, поэтому решил сменить направление. Всего же Мишане понадобилось 4 часа и 20 минут, чтобы все-таки найти уже знакомую постройку, где мы обнаружили ежика. Дальше все было проще. Здесь куча знакомых запахов и никаких проблем с поиском ангара не возникло. Итого он нагулял более 2 километров. Собакину все же удалось отыскать дорогу обратно. В общем, пришел Миша в ангар, развалился и принялся смотреть на нас подозрительным взглядом. Интересно, что может это значит? Типа первый раз было весело, но вот во второй уже не очень? А еще Лобачик по пути насобирал кучу репьяхов. Некоторые из них так впились, что вырывались только вместе с шерстью. Итого имеем грязный GPS-трекер, куча репьяхов и одну уставшую собаку. Уставшую, но наверное довольную, ведь у нее все же есть свой дом, который все-таки удалось отыскать. Решили мы продолжить эксперимент на следующий день. Только на сей раз ситуация будет иметь кардинальные изменения. Миша отправится в поле, где он ни разу в жизни не был. А расстояние по карте, даже если идти совсем по прямой, составит 4 километра. Задача максимально сложная. Уже предчувствуя, что его могут оставить, Песель не собирался отходить от нас далеко. И все-таки, когда он снова забежал на удобное расстояние, мы отчалили. Так Миша понял, что игра «Найди дорогу» снова началась. Вот он и пошел, снова искать путь, пытаясь ориентироваться на запах. Но ведь проблема в том, что знакомых запахов с детства и нет. Наконец-то ориентирование происходит на открытой местности. Теперь удобно будет снимать с помощью квадрика. Это мы и сделали, заранее спрятавшись на расстоянии в полтора километра. Хоть и с наличием GPS-а, сперва собаку было достаточно сложно отыскать. А когда все-таки Мишу обнаружили и стали снимать, как он ходит по полю, то Алабачик также заметил квадрик. По всей видимости, понимая, что эта странная штука может иметь к нам отношение, он заинтересовался и подбежал поближе. Так что пришлось немного подняться повыше, чтобы не смущать собакина. Кстати, а что там по направлению движения? Сперва Миша нарезал кружок возле места высадки, после чего пошел. Вот только пошел он совсем не в том направлении, в котором надо. Мы долго ждали, что он изменит свое решение, но он отдалялся все дальше и дальше. Затем прошло много часов, а у GPS-трекера на шее Алабая осталось менее 20% заряда. Так что было решено ехать и забирать собаку. Кстати, во время своей прогулки он умудрился отдалиться на 2,5 километра от изначальной точки. Когда мы приехали за ним, он спокойно сидел в подсолнуховом поле. Причем даже не сразу захотел выходить к нам навстречу. Наверное, теперь он все же немного обиделся за такие развлечения. Но мы-то знали по GPS-у, что он где-то здесь, так что найти его не составило труда. Тем более, что когда Алабай все же соизволил выбраться из зарослей, он искренне был рад нас видеть. Итого, какой можно сделать вывод? Не стоит собак вывозить из дому. А теперь, ребята, немного рекламы нашего нового канала 3D. Здесь вас ждут шокирующие факты из мира животных, неразгаданные тайны природы, инновационные технологии и даже нелепые случаи. В общем, все самое интересное, что преднамеренно или случайно сняли на камеру. Подписывайтесь, с нами везде интересно. Ссылочка в описании. Сегодня все, пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok